Эскатология, да? Мы сказали, что утешение и надежда, о которой Павел вот так переживает, его вот такая вот пастырская такая забота об этой общине, чтобы у них была надежда, что он призывает, вы не такие, как те, которые вот без надежды. У вас есть надежда, у вас есть утешение. Конечно, был прецедент, был реальный контекст, были реальные причины для переживаний в этой общине. Это смерть умерших, ой, смерть умерших, смерть близких, и вообще вот вопрос жизни и смерти тоже, конечно, нас всех волнует. Поэтому Павел дает такое утешение. Поэтому следующий раздел, эскатология или малый апокалипсис Павла. История завершится победным и торжественным возвращением Христа. В 4 главе, 13 стих, да? Это первое, первое, с 4 главы. 4 глава, с 13 по 18 стих идет вот такая вот картина, потрясающая картина. Братья, мы не хотим, чтобы вы оставались в неведении об усопших, да? То есть, скорее всего, что они совершенно не представляли, какова же их судьба, какова же участь умерших. Не горюйте о них, как остальные люди, у которых нет надежды. Ведь если мы верим, ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы также верим, что Бог приведет на небеса к Иисусу тех, кто умер с верой в Него. То есть, Бог, все умершие под контролем у Бога. Особенно, кто умер с верой в Иисуса Христа, он покоится в руках Божьих. То есть, он никуда не денется. Бог абсолютно знает каждую душу, каждую. Это, конечно, большие вопросы ставит о загробной жизни, да, как мы говорим. То есть, или о промежуточном состоянии между смертью и воскресением. Потому что христианство, следуя за традицией фарисеев, евреев, не верило просто в жизнь душ бесплотных, верило в воскресение мертвых. Вот, но здесь возникают вопросы, и сейчас тоже среди христиан тоже есть такое представление, что умерший, он умирает буквально в смысле, и при воскресении оживляет. И живет он как бы в памяти Бога, да, то есть, Бога как вот, вот на флешке тут все вот, все файлы с компьютера. Человек умер, Бог раз так флешку, файл сюда записал, и потом, когда будет твориться новомерство, снова флешку подключает, раз, запускает, и все-таки довольные, смайлики там радуются. До классических, традиционных убеждений, что умершая душа сохраняет сознание, живет. Но, единственное, это не есть нормальное, то есть, нормальное состояние, когда душа должна получить тело воскреснуть. Поэтому это еще такие споры, дискуссии от традиционных устоявшихся взглядов до каких-то новых, современных там. Хотя и в истории христианства были такие, например, святели Ивовы или адвентисты, адвентисты земного дня, они верят, что, ну, человек умирает и все. То есть, он будет, оживет, когда воскреснет. Но это не только адвентисты, но есть некоторые евангельские христиане, богословы, которые, ну, тоже это читают. Поэтому не удивляйтесь, если увидите разные точки зрения. Но Павел здесь пишет, что Бог, у Бога под контролем каждая душа, особенно если та, которая умерла с Иисусом Христом. То есть, Бог все сделает. Ведь мы говорим вам словами самого Господа, значит, он заявляет, словами самого Господа говорим, что мы, те из нас, кто останется в живых до прихода Господа, не опередим усопших. То есть, не волнуйтесь, вы не потеряете своих родственников или своих близких, родных. Потому что, когда раздастся слово повеления и голос Архангела, когда прозвучит труба Божья и сам Господь сойдет с неба, то сначала воскреснут те, кто умерли с верой Христа. А потом уже и мы, живые, вместе с ними будем унесены на облаках встречать в воздухе Господа. И так мы с Господом будем всегда. Так вот, ободряйте друг друга этими словами. Смотрите, вот этот апокалипсис, да, эта картинка, пришествие, ее функция ободрять друг друга, да, то есть, ободряйте друг друга, особенно тех, кто нуждается в утешении. Дальше в пятой главе с первого по одиннадцатый стих продолжается эта тема. Что же касается времен и сроков, братья, то вы не нуждаетесь в том, чтобы вам об этом писали. «Ведь вы сами прекрасно знаете, что день Господень придет внезапно, как вор в ночи. Когда люди будут говорить всюду мир и безопасность, тогда и нагрянет на них гибель, когда начинаются схватки уроженецы, и не спастись им в бегство. Но вы, братья, не во тьме, и свет того дня вас не застанет врасплох, словно вор. Ведь вы все сыны света и дня, мы не принадлежим ночи и тьме. Так не будем спать, как остальные, будем бодры и трезвы. Ведь по ночам спят сонливцы и пьяницы, и пьяницы напиваются по ночам. А мы, принадлежащие свету дня, будем трезвы, облечемся в панцирь веры и любви, наденем шлем надежды на спасение. Потому что Бог предназначил нам не ярость, гнева, а спасение, которое мы получим через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы борьствуем ли, спим ли, смертным сном жили вместе с Ним. Поэтому ободряйте друг друга и друг друга созидайте, что вы, конечно, и делаете. То есть опять, тема продолжается, только речь идет о временах и сроках, что внезапно будет. Особенно внезапные будут, внезапно и неожиданно будут для отвергнувших и неверующих, но для вас это будет не то, что мы будем знать, но это не будет как бы внезапно, вот мы не знали, что это будет. Мы знаем, мы ждем этого. А когда мы что-то ожидаем, то эти вещи, даже если мы не знаем, когда происходят, но не есть для нас какие-то неожиданные, какие-то внезапные, в смысле внезапность, неожиданность. Они ожидаемые, они ожидаемые нами. Это все случится после ужасного проявления зла, когда она будет пытаться занять место Бога в качестве фигуры поклонения. Его приход, то есть этого зла, будет сопровождаться чудесами и обольшающими убеждениями со стороны неверующих. Это второе к Исалоникийцам, 2 глава, 6 по 7 стих. Зло достигнет полноты своей силы, но это случится, потому что это часть божественного плана, суда. Зло суждено быть уничтожено Христом. Да. Да. Да, спорят. У меня есть знакомый, он писал магистрскую диссертацию на эту тему. Он мне рассказывал, и я забыл, что он там... В том смысле, что еще один, но мне кажется, он, по-моему, правильно пошел. Сейчас, секундочку. Значит, картина такая, да, во втором послании дополняется, да, что, может быть, второе послание корректирует какие-то очень перекосы в связи с первым посланием. Может, они подумали, что уже наступил день Господень, все уже... Потому что вот это вот неуловимое уже да, но еще не, да, то есть оно всегда... Мы эти, ну, сложно нам держать в балансе. Поэтому у них был перекос в том, что уже все, уже все произошло. Так же, как еще в одном послании, в корректном памяти, что вот так говорят, что уже было воскресенье, да. То есть люди уже думали, что уже все, там, в духовном смысле, в ком, то есть уже было воскресенье. В данном случае проблема, что день Господень наступил. Автор корректирует этот взгляд. Говорит, разве вы не помните? Я ведь говорил вам это еще, будучи у вас, и теперь знаете, да, что есть какие-то вещи. Но начинает это послание, эту главу так. А теперь о возвращении Господа нашего Иисуса Христа и о том, как мы собираемся встречать Его. Мы просим вас, братья, не терять головы и не впадать в смятение ни от пророчества, ни от откровения, ни от письма, пусть даже оно якобы от нас, если в них будет сказано, что день Господа уже наступил. Немножко похоже на то, как Павел в Галатах говорит, что если вдруг кто-то принесет иное благовестие, иное Евангелие, да, и даже ангел, то есть вот, и оно отличается от того, что я говорил, да будет анафигно, да, то есть не верьте. Что-то похожее, какое-то откровение, там, все, там, ну, верующие, мы любим верить во все, что угодно. И это всегда вот такая безнаказанность, нельзя проверить, особенно если человек пользуется каким-то авторитетом еще, то есть ты просто эти вещи не проверишь, то есть нужен какой-то больший авторитет или какой-то такой вот, вот, поэтому не теряйте головы, что якобы день Господа уже наступил. Никому не дайте себя обмануть, никаким способом, потому что сначала должно быть великое восстание против Бога, когда явится воплощение зла, человек, обреченный на гибель. Я читаю, в общем, просто в другом переводе, понимаете, да? Никому не дайте себя обмануть, никаким способом. Опять же, а, противник, который возомнит себя выше всего, что зовется божеством или святыней, так что он даже воссядет в Божьем храме и объявит себя Богом. Разве вы не помните? И вот тогда же он говорит. И тогда этот злодей, а ведь таинственные силы зла уже действуют, но сначала должен уйти с дороги тот, кто преграждает ему путь. И тогда этот злодей будет явно открыт. Но Господь Иисус сразит его дыханием своих уст, уничтожит его одним только своим сиянием в тот день, когда он возвратится. Явление злодея – дело рук сатаны. И оно проявляется во всяком роде чудесах, в странных и ложных знамениях, во всяком злом обмане. На него попадутся идущие гибели за то, что отвергли любовь к истине, благодаря которой они были спасены. И потому Бог дает им подпасть под власть обмана, чтобы все те, кто не поверил истине и выбрал зло, поверили лжи и были таким образом осуждены. А мы должны всегда благодарить Господа и Бога. Вот нам классно, мы окей. И вот, пожалуйста, перед этим днем должны произойти ужасные события. Например, великое восстание. Великое восстание против Бога. Явится какой-то воплотитель этого всего восстания. Какой-то зачинщик или кто он. То есть явно определенная какая-то личность. Его уже он назван в книге «Откровение антихриста». Когда он связывает. Кстати, есть параллели с апокалипсисом Иоанна. То есть некоторые похожие есть параллели. И вот, значит, здесь, как всегда, много интерпретаций. Кто это личность? Кто удерживает? Я вначале сказал, что культ императора очень дает важный контекст. Язык этого культа. Вообще имперский язык Рима дает нам хорошую такую вот толковательную, что ли, схему. Потому что похоже вот здесь этот апокалипсис в этих тонах нарисован, в этих красках. Как приезд императора в какую-то провинцию. Всегда сопровождался каким-то приготовлением. Звучали трубы. Сначала шел Глашатай. Помните? Позвучит голос. Позвучит труба. То есть говорят, объявляют о приезде императора. Звучат трубы. И, конечно, он на высоте. Вспомните старый даже фильм «Приезд Леопатры к Марку Антонио». Я уже не помню. То есть все на высоте. И когда он там, в своем дворце, он своих приглашает к себе, ну, кого он выбрал, да, там, гостей. Все к нему восходят наверх. Понимаете? Этим языком Павел рисует приход Иисуса Христа. Тоже провозглашается какой-то глаз, который провозглашает, что сейчас произойдет. Там трубы звучат. И мы поднимаемся туда, к нему. Поэтому этот язык, он очень важен. Потому что он дает понимание от этих образов, метафор. Потому что иногда буквально, ну, допустим, на облаках. Понять буквально на облаках? Ну, какие облака нас могут выдержать? Ну, а если надо понимать, что мы будем уже не такие, значит, и облака должны быть какие-то другие. Понимаете? Если мы слишком войдем в такое буквалистское прочтение, вопросов будет больше. Мы просто одну непонятную вещь будем объяснять другими непонятными вещами. Поэтому здесь нужно понять образ метафоры. И этот контекст императора. Контекст такого, ну, императора помогает нам понять также эту фигуру зла. И не является ли это намеком на римского цезаря, который самый главный противник Бога. Второе, он восседает и заявляет о себе, что он Бог. И какая-то вот некоторая, что может быть ссылка на Нерона, который возомнил себя просто, уже у него башню сорвало. Вообще он Богом возомнил. И, в принципе, это тоже язык говорит о том, что какая-то будущая фигура, какая-то будущая личность. Вот в ней тоже вот скружит ей голову власть. А власть очень кружит людям голову. Он возомнит из себя просто уже выше всего Бога. Поэтому в истории, в богословии есть разное, если соедините это с Антихристом, книги откровений, то одни буквально будут верить, ну, верят, что будет реальный человек, какой-то властитель, который объединит весь мир. Но и говорят, что, в принципе, это как дух Антихриста, который постоянно присутствует. То есть это как дух, как образ системы, которая всегда противостоит Богу. Сказать, допустим, что правы те, не правы те и те правы, но что мне кажется, что ничего здесь такого невероятного нету в появлении конкретной личности. История наша нам как раз об этом только и доказывает, что каждый раз появляется какая-то личность, возомневшая себя Богом в той или иной степени, и которая желает контролировать весь мир. Допустим, фараон, опять же, возьмем те времена, он всегда считает, он Бог был, и он не мог понять, о чем говорит Моисей, почему он вообще слушает такого, кто такой этот Бог? Я Бог. Ну, понимаете, фараон считал так, и это вот гордость Египта, это просто страшное дело. Почитайте немножко о древнем Египте. И вот интересная ирония потом развивается в истории фараона и Моисея. Говорит, кто такой этот ваш Бог? Я его не знаю. А потом очень часто повторяется, Бог говорит Моисей, что бы узнал? Фараон, египтяне, земля, и народ говорит, что я Яхве, Бог. И потом опять говорит, что бы узнали, то есть, вот внимательно, когда будете эту историю читать, обратите внимание, как обыгрывается фраза, там будет идея познания Яхве, познания Бога, и она вот как бы так вот, там-то слова так, а я не знаю, узнаешь. И потом, что бы узнали, что бы познали, узнали, и потом уже как идет познание просто народа, чтобы народ познал, это очень важно, потому что пока доходит сюда, потому что иногда эти идолы, они нереальны, они вот здесь вот. Вот народа израильского, у него были вот здесь еще, то есть, вот многобожие, оно же где-то так уже, или так, монотеизм, он где-то уже в Бабилоне так, уже так созрел, настоящий. До этого еще не было, то вот иудаизма, о котором мы говорим, это уже постбабилонская община. Так же самое вот этот культ, да, то есть, будет какая-то личность и так далее, вот римская власть, последующие, вполне возможно, что появится такая реальная личность, тем более при наших масштабах, технологиях, можно. Поэтому, как бы там ни было, наши интерпретации ходят вперед, но то, что говорит Павел, что мы притормозили христиане, в данном случае, в Песолоникиции, может быть, и нам считать, что вот оно, есть пришествие. Потому что вот то, что он перечислил, да, что какие-то пророчества, откровения, письма, там, то есть, а сейчас это могут книги, там, какие-то новые, мне там дал один парень книжку прочесть. Ну, какое-то, знаете, такое подражание под апокалипсис Яна, вот он пишет, вот графомания у человека, видно, есть, а вот он пишет, и все, как бы, знаете, такое подражание книги Откровения, то есть, видение, война, там, брань, я увидел, все. А когда вот просмотришь, о чем все-таки так нет, по сути ни о чем. Ну, такой вот ажиотаж создается, все, ну, бывает так, пришлите нам деньги, чтобы поддержать наше служение. Но оно важно, нужно вот всем рассказать об этом. В данном случае этой книги достаточно, первого, второго познания физиологи, книги Откровения, еще и бесплатно можно с интернета скачать себе Библию и читать. Понимаете, вот эти вот все, они и сейчас это все актуально. Поэтому, говорит, чтобы вас никто не обманул, потому что будут даже такие не создать, да, вот, просто вот по желанию узнать, увидеть больше, чем можно, иногда и нужно. И вот такая вот рамка. Что касается удерживающего теперь, да, действительно очень много, много, там, и Святой Дух, и Церковь, и все зависит от пристрастий. Я думаю, что мы никогда не ошибемся в этом тексте, если скажем, что это Бог. Все, и этого достаточно, потому что в любом случае все под контролем у Бога. Если что-то куда-то не идет дальше, это Бог. А если куда-то пошло дальше, значит, там тоже Бог. Поэтому не будет ошибки, если мы скажем, что за этим стоит, ну, как откровение сказано, у тебя есть, ты держишь ключи, да, то есть, если я, говорит, если я отворю, никто не затворит, если я затворю, никто не отворит. Я вот думаю, этого достаточно. То есть, можно, да, может, какие-то еще события, но тут ничего, много тут не сказано. Опять же, этот принцип, чтобы непонятное не объяснить еще непонятное. Ну, есть такое, да, вот, чтобы объяснить непонятное, мы еще какие-то вещи непонятные придумываем. Потом, вроде бы, становится понятно, но вот ноль плюс ноль, оно все равно ноль, в любом случае. На бумаге это как две цифры, ну, вы понимаете, это, в принципе, две цифры, да, но в реальности это ноль, в любом случае, если сложить. Поэтому здесь вот такой принцип должен быть. И вот в связи с этим, с этой эсхатологией, да, эсхатологией, пришествием, которая в контексте, конечно, является, ну, причиной появления такого блока апокалиптического, есть желание утешить и дать надежду. Какова отношение к смерти в нашей культуре? Ну, да, ну, нам не смысл говорить, там, в Одессе, в Украине, ну, где вот, в обозримом, там, в пространстве. Вообще, вот. Страх, да. Смерть – это то, что чаще всего так табуируется, ну, это табу, да, в каких-то контекстах говорить о смерти. Хотя в кинематографе там все и показывают, и даже, наоборот, любят смотреть по новостям, делают там убийства, все, там, что сразу, там, там, убили, там, зарезали, там, прямо вот, как вот оно вот тянет это вот все посмотреть. Но в целом культура так, к смерти, так, старается ее облагородить, эту смерть, да, вот похорона так украшиваются, там, еще какие-то ритуалы сделать, цветы, там, все, ну, по-разному. Ну, не то, чтобы уважить смерть, это, в принципе, может, люди, ну, просто сам ритуал похорон, он нужен с точки зрения психологической, ну, такой, психологической. Почему? Потому что человеку нужно как-то вот, чтобы это было сделано хорошо, да, то есть, почтить умершего, все. Ну, понятно, что мы люди, мы не можем так раз, раз, человек, а, это уже тело, все, раз, выбросим его. Ну, понятно, здесь какой-то, здесь, с одной стороны, это мертвое тело, с другой стороны, это память об этом человеке, да, то есть, память его имени и так далее, и так далее. Конечно, есть какие-то такие, там, ну, перегибы, когда, там, кондиционер в гроб, там, устанавливают, там, стерефоническую систему, там, мобиль, деньги ложат, там, золото, ну, то есть, это, я понимаю, когда в древности люди верили, что ему, там, в царстве вечной охоты, там, нужен какое-то копье, там, лук, чтобы, ну, там, настрелять себе рябчиков, как-то прокормиться. Ну, современный человек в это не верит, но это какое-то больше себе, может, какую-то дань дать память этому человеку, я не знаю. Но, в целом, смерть является частью нашей жизни. Иногда так странно смотришь, думаешь, а, какая, ну, то есть, я сейчас немножко, то есть, я просто понимаю, то есть, а, какая потеря, там, ну, это такое, а сколько лет, 90 с чем-то лет. Ну, ребята, а вы что не знаете, что люди рано или поздно умирают? То есть, это какая-то новость? И, естественно, ну, когда мы и говорим о смерти, и вот так вот думаем как-то по-другому, ну, мы все равно чувствуем, что что-то там все равно как-то, оно выталкивается на бочину. Это что-то, ну, неестественное для нас, да, то есть, какой-то вот голос внутри, там, не знаю, там, сигналы ДНК, генов или дух, как угодно можно называть, как-то вот сопротивляется этому. И, конечно, для человека всегда была проблема номер один, это вопрос смерти, то есть, смысл жизни перед лицом смерти. Есть такой сейчас популярный атеист в мире, Ричард Докинс, он так возглавил такое движение атеизма, вот такую активную фазу, да, активную такую сторону. Он не пассивный такой атеист, я себе не верю, чего вы ко мне оцепляете, такой очень активный, как это вот мы видели в советское время, не было такого на Западе. Он призывает, чтобы атеисты активизировались, сплочались, становились такой, ну, делали свою церковь, общины, группы. Он говорит, почему мы всегда обороняемся, почему религия организована, а мы не организованы. И они даже сделали центры по всему миру, центры реабилитации от религии. У него есть книга «Бог как иллюзия», и вот одна его проповедь, ну, или речь. «Нам очень повезло, из миллиардов комбинаций, там, хромосом и все, нам, то есть мы появились благодаря вот этому, какому-то шансу, поэтому, а не, он начал говорить, мы все умрем, мы все умрем, но мы не должны печалиться. Нам несказанно повезло. Повезло, потому что из этих миллионов комбинаций получилась наша жизнь. Мы появились на свет благодаря какой-то случайности, мы вытянули эту лотерею жизни. Поэтому, почему мы должны огорчаться? Потому что миллиарды других комбинаций не увенчались успехом. А нам повезло. А нам повезло. Это его единственная радостная вещь, что он может сказать, как атеист. То есть он перевел, как бы, акцент, что, что мы боимся смерти, ведь нам же повезло. Но, когда я слушаю Ричарда Докинса, ну, читаю его, я понимаю, что, конечно, сытый, успешный, богатый британец, который не знает, что такое Холокост. Его детей не убивали, его самого там никто не трогал. Что он скажет африканским детям, которые умирают от голода? В какой степени им повезло? А что за счастливый лотерейный билет для масса-масса других народов, которые подверглись к геноциду, еще что-то? Ну, и тех, кого они когда-то колонизировали, сделали нищий видом много столетий. Сейчас они им встят, конечно. Поэтому такая проповедь о радостной вести, утешении о смерти, как-то она, ну, знаете, когда, конечно, кому-то очень повезло в жизни, так ему повезло, конечно. Но сытый, голодный, не товарищ. Поэтому вряд ли эта радостная весть, она поможет или обрадует по-настоящему. У человека, который, как экклесиаст, у него все было, у него все есть. И часто мы испытываем этот экклесиаст. А что же это было? Что же это было? Если так посмотреть на кладбище, на кладбище, можно сказать, что прямо над надгробиями эти вопросы висят, умершие. Что же это было? И почему так и все быстро прошло? Вряд ли проповедь Ричета Докинза утешит и тех, кто теряет своих близких, и тех, кому скоро предстоит отправиться в царство вечной охоты. Вот поэтому апостол Павел рисует, говорит, ну, не поэтому, чтобы дать людям такую психотерапевтическую прививку от страха смерти. И он показывает, нет, те надежды, те чаяния, которые глубоко в каждой сущности, в каждом сердце, в каждой личности, они природные, они нормальные. Просто есть старая история. Почему мы смертные? Потому что в другом послании это плата за грех. Но в мир вторглась жизнь, в мир вернулась жизнь. У нас есть надежда на эту жизнь, воскресение Иисуса Христа. Поэтому, что вот так как мы, как поэтому Христос воскрес, и у нас есть надежда на воскресение. У нас есть эта надежда. Поэтому весть о воскресении, общее воскресение, весть о вечной жизни для Павла является такой пастерской терапией для тех, кто скорбит, у кого, кто нуждается в утешении и поддержке. Нам, может быть, мы, не сильно нам так эти вещи утешают, но то, что мы говорили на прошлом занятии, значит, нужно нам снова вернуться к основам нашей веры. В чем же состоит наша радость, утешение и надежда? Вот такова эскатология Павла. Ну и немножко о церкви. Сейчас у нас там две минутки есть. Вера в Евангелие привела к созданию общины, которая должна быть сосредоточена на взаимной любви и увещевании друг друга. И... Сейчас, сейчас, секундочку, я открою себе. Вера в Евангелие привела к созданию общины, которая должна быть сосредоточена на взаимной любви, то есть жизнь которой, да, сосредоточена на взаимной любви и увещевании. Это вот, в принципе, вся пятая глава первого послания к Кефисянам, ой, к Кефисянам, к Исалоникийцам. Из того же послания 3.12 с первого. А ваша любовь друг к другу, ко всем остальным, Господь, пусть еще больше умножит, и сделает ее такой же безграничной, как та любовь, которой мы любим вас. Первая, Кефисянам, пятая глава, с 11-го и аж туда, до конца. Также третья глава, стих 12, четвертая глава, стих 9, с первого Кефисянам, и второго Кефисянам 1.3 и 3.15. То есть показывается, в чем суть этой общины, да, какова настройка общинной жизни. Мне очень нравится вот этот, в последней главе первого послания, это очень важно, я вот, как и для проповедников говорю, и в церкви очень важно. Так, первое. Бездельников наставляйте на ум, вроки вселяйте в бодрость, слабым будьте опорой, со всеми будьте терпеливы. Смотрите, чтобы никто у вас не воздавал злом за зло, всегда стремитесь к добру, как друг для друга, так и для всех остальных. Жизнь общины должна сосредоточиться не только на самой себе, но и на главной задаче распространения Евангелия в новых местах. Это в первом послании, первая глава, 8-9 стих. И во втором послании, третья глава, 1 стих. То есть нам жить в корпорации хороших друзей классно, очень здорово, но двойная жизнь, строить внутреннюю такую вот систему отношений, которая основывается на любви, помощи, увещевании, заботе, ну и также проповедовать Евангелие Царства дальше. Должен быть порядок общины. А порядок общины должен поддерживаться всеми, вот особенно. Просим вас, братья, то есть как бы вот всем, да. То есть это, они как вот, не пишутся как Тимофею, да, какому-то определенному человеку. То есть это дело всей общины. 5, 12, 22. Просим вас, братья, будьте признательны тем, кто усердно оттуда застради вас, кто вас направляет и наставляет Господи. А относитесь к ним с величайшим уважением и любовью за то дело, которое они делают. Будьте в мире друг с другом. То есть это такое вот, это дело всей общины. Ну, немножко продолжим о церкви после переменки.